Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в студии Татьяна Молокова. Сегодня у нас в гостях начальник управления ГАИ Республики Владимир Романов. Владимир Геннадьевич, здравствуйте! Добрый день! Владимир Геннадьевич, давайте подведем итоги ситуации на дорогах за 11 месяцев. Сколько у нас произошло аварий, сколько человек пострадали и по какой причине? Да, наверное, статистика показывает, что на территории нашей республики есть тенденция снижения аварийности из года в год. И мы за этим хорошо наблюдаем, потому что наша профессия сегодня – это безопасность дорожного движения. 1247 ДТП, отчетно зарегистрировано, где погибло 140 участников дорожного движения и более 1500 получили ранения. И за 11 месяцев – это уже подведение итогов почти года, но впереди еще и декабрь. Декабрь тоже месяц показывает свою статистика с ростом ДТП на особых важных участках, отсорванной федеральной трассе, даже и с погибшими. Сегодня, значит, на сегодняшний день уже 9 участников дорожного движения погибли. Это в декабре? В декабре. А в чем причина дорожно-транспортных происшествий? Что это плохие погодные условия, плохие дорожные условия? Это нетрезвые водители или еще какие-то есть причины? Вообще в ДТП мелочей не бывает. Если раньше можно было смотреть только анализ, смотреть по направлению деятельности, мы сегодня берем все ДТП. Самое страшное ДТП – это выезд на полустречное движение, где сталкиваются большегрузные транспортные средства, легковой транспорт. И уже трагически погибает здесь по 3, по 4, даже по 5. Вы знаете, ноябрь месяц на территории Козловского района. Это основная сегодня причина выезд на полустречное движение или нарушение правил обогона. То есть, получается, водитель не рассчитывает свои силы, когда он выезжает? Вообще ДТП – это преступление по неосторожности. Как вы говорите, что водитель сегодня профессиональный или непрофессионал, рассчитывает на себя, на свое транспортное средство, и его с ним не произойдет. А действительно, это само соблюдение требований. Сегодня не мы же придумали правила дорожного движения. То есть, инстинкта нет самосохранения у людей? Это должен быть, да. Инстинкт самосохранения. Перед тем, как он садится за руль, он должен помолиться и доехать до значительной точки. Также сегодня мы видим проблемы от грузового транспорта. Мы видим на федеральной трассе поток движения, который неискочаемый, день и ночь идет. И рост ДТП на нашей территории федеральной трассы показывает и с участием грузового транспорта. Ну, то есть, несколько лет назад, когда сильный снегопад обрушивался на республику, трасса вставала М7. Вот сейчас пока вроде бог миловал. Да. 2-3 декабря показалось, что сегодня дорожные организации также тоже не были полностью готовы к данному участию в дорожном движении. Потому что мы, как сотрудники госавтоинспекции, дежурим сегодня на опасных участках и видим, что техника не успевает отрабатывать те подъемы. И нам пришлось на федеральной трассе М7, ядерское направление, два дня, как мы всегда говорим, воевать с этими большегрузными транспортными средствами, чтобы они могли проехать. Да, профессионализм сегодня сотрудников и слаженная работа дорожной организации показывает, что мы закрываем данные участки федеральной трассы, обрабатываем специальной дорожной техникой и после запускаем. И тогда песка-соль уже работает и движение уже идет. Владимир Геннадьевич, ну вот вы назвали одну из причин ДТП – это выезд на встречную полосу. Но все-таки тоже, скажем так, боль сотрудников ГАИ. И вот очень много об этом говорится, о том, что все-таки наши водители позволяют себе сесть за руль в нетрезвом состоянии. Да, мы видим сегодня тоже водители, которые совершили и в нетрезвом состоянии. Ежегодно статистика показывает, что с участием нетрезвых водителей уменьшается ДТП. Но это слажено работой и с общественностью. Более 1200 заявлений поступило, и около 300, мы информации по ним задержали водителей в нетрезвом состоянии. Представляете, это наши граждане, участники дорожного движения, вовремя сообщают сегодня. Средством массовой информации мы тоже предъявляем эти сведения. И вовремя дозвониться в дежурную часть, и отреагировать оперативно, и задержать данного водителя. Получается, мы сколько жизней сегодня с вами вместе спасли, и предыдущая работа должна проводиться. Ну да, хотел отметить, что достаточно налажена у вас работа и с общественным советом, и в социальных сетях вы представлены. И прямо ты изучаешь действительно, видишь вашу работу, что вы и с нетрезвыми водителями работаете. И очень много именно обратной связи поступает через соцсети к вам. Это вот какое-то специальное направление работы, вы прям вот так выбрали это? Ну, здесь, я могу сказать, госавтоинспекция вообще Российской Федерации сегодня работает по указанию начальника главки и руководства МВД России. Без общественности мы сегодня не сможем обеспечить безопасное дорожное движение. И вовремя отреагировано сегодня любое нарушение ПДД, я же говорю, мелочей не бывает, даже не пристег на ремнем безопасности, мы сегодня реагируем и получаем заявление о всех гражданах. Владимир Геннадьевич, сейчас, ну уж простите за такой вопрос, но это действительно взбудоражило очень многих жителей города, когда в сети, на портале появляется видео о том, что один из участников дорожного движения действительно выезжает на встречную полосу, нарушает правила дорожного движения, следом едет экипаж ГИБДД и он никак не реагирует. Несколько таких случаев. Вот расскажите вашу реакцию, как отреагировало руководство ГАИ Чувашской Республики на подобные случаи, наказаны ли водители и что с этим экипажем? Я уже встречался и с журналистами, и с ребятами, которые сегодня это все сняли. Да, это действительно сегодня с личным составом мы рассматриваем. Мы рассматриваем и в ходе несения службы. Недостатки сегодня есть. Экипаж возвращался со службы, я уже говорил, что здесь, наверное, и усталость, или потеря бдительности, или все-таки безответственность. В рамках служебной проверки мы доводим до личного состава. Сегодня был собран личный состав двух батальонов, городского и трассово, где мы рассматривали видеосюжеты организации несения службы личного состава. То есть мы это видим и сами. До того, как еще и выявляются эти правонарушения водителями, формы, методы контроля за личным составом сегодня есть. Но такие сюжеты сегодня бывают и показывают. И, наверное, нашим участникам дорожного движения видно, что без действий сотрудников полиции и дорожной патрульной службы она наяву. Здесь мы провели служебную проверку, и водители сегодня выявили и привлекли административную ответственность. Это, наверное, замечательно, когда вы так реагируете, не пытаетесь закрыться от общества, но это показывает и работу, и вашу открытость. Мы от общества не закрываемся, но видим свои недостатки. Как руководитель, я тоже вижу свои недостатки, а общество всегда показывает. Потому что, чтобы мы не спали, были всегда бдительными. Ну и чтобы вы, наверное, не спали, были бдительными, чтобы меньше нарушений было, и, возможно, спасли как можно больше жизни. Сейчас у вас новая акция по поводу непристегнутых ременей действует. Да, я всегда выступал, всегда говорю, что такое пристегнись. Пристегнись. Наверное, мы начали с себя. Вы помните, когда еще не было соответственного приказа, что сотрудник госавтоинспекции имел право ездить непристегом безопасности, ремнем безопасности на патрульной автомашине. Но сегодня все правила для всех одинаковы. Поэтому, выезжая на каждое ДТП, и каждый последний случай, вот даже в декабре, трагический случай, где погибли и маленький ребенок, и где было совершенное столкновение на Ибресинском районе, где погибла женщина, никто не был пристегнут ремнем безопасности. Это право на жизнь. Поэтому надо пристегиваться. Пристегивать надо детей, и маленьких, и больших, и взрослых, и родителей, и всех участников Дорожьего движения. Надо пристегнуть ремнем безопасности. И в городе, и за городом. Конечно. Это воспитание. И сегодня вы привыкаете к ремню безопасности, как будто вам что-то не хватает. А не как будто что-то мешает. А как будто что-то не хватает. Особенно, конечно, на трассе. Соблюдая простые правила, пристегиваясь, не выпивая за рулем, соблюдая скоростной режим и не выезжая на встречную полосу, можно спокойно, прекрасно совершать путешествия. Конечно. Даже вот эти дорожные условия, которые были 2-3 декабря, я сам находился тоже на дороге, на всех опасных участках. Я видел, как участники Дорожьего движения стоят колонной в пробках, въезжая в город. Это автодорога, значит, направление уже шумерное, мы знаем большое направление. И в сторону цивильской направления, и в сторону федеральной трассы. И никто не нарушает. А вот кто нарушали, они попали в ДТП. Спасибо большое, Владимир Геннадьевич, что пришли к нам и ответили на наши вопросы. Я желаю вам как можно меньше выезжать на ДТП, как можно больше стоять на улицах и рассказывать людям, чтобы люди вам доверяли, чтобы люди вам верили, следовали вашим советам. Это, наверное, самое главное. Спасибо большое. А я напомню, что сегодня о безопасности на дорогах мы говорили с начальником управления ГАИ Владимиром Романовым. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова